Оптимизм банка повысился на 0,1%. Январский прогноз роста составлял 2%. И поспособствовал тому не только более удачный для экономики страны исход минувшего года, но и несколько улучшившиеся перспективы роста внешнего спроса. По мнению аналитиков, рост нет зарплат, в минувшем году он был выше 5%. Высокий уровень потребительского доверия и низкие цены на топливо поощряют рост внутреннего спроса, который в этом году останется основным двигателем роста экономики. Правда, к концу этого года прогнозируется повышение цен на продукты и топливо. А влияние повышения акцизов на топливо в следующем году, если оно произойдет, банковские специалисты еще не успели осмыслить. На этот год придется значительный рост инвестиций в госсекторе. В первую очередь, за счет нераспределенных годом ранее средств европейских структурных фондов. И это тоже хорошая новость для экономики. Значительных инвестиций в частном секторе не ожидается. Рынок труда по-прежнему страдает от нехватки высококвалифицированных специалистов, в первую очередь в области инфотехнологии. Однако трудовая занятость в следующем году может уменьшиться за счет внедрения новейшего оборудования с целью увеличения производительности труда, в чем есть прямая заинтересованность предпринимателей. Что касается партнерских торговых связей, то наиболее стабильный экономический эффект пока дают взаимоотношения со Швецией и Германией. Спад экономики России через торговые связи влияет на Эстонию не только напрямую, но и опосредованно. Мы несколько понизили прогноз для наших партнеров Латвии и Литвы, поскольку на их экспорт сильно влияет экономическая ситуация в России. Немного лучше будет ситуация в Финляндии, поскольку в прошлом году падение экономики в этой стране было меньше, чем мы прогнозировали. По прогнозу аналитиков, экспортные предприятия будут ориентированы на европейский рынок как наиболее быстро восстанавливающиеся, а слабеющие евро поддержат конкурентоспособность третьей экспортных предприятий Эстонии.